Все ушли на фронт. Стартовал конкурс военных песен с таким названием. Он посвящен победе в Великой Отечественной войне. Один из организаторов конкурса. Дирекция фестиваля Красноярск поет Высоцкого. И сегодня у нас в гостях руководитель проекта Роман Энгельгард. Роман, добрый день. Добрый день. А скажите, как родилась вообще идея создать такой конкурс? Ну, в принципе, идея на поверхности лежит, потому что, в общем-то, никто из нас не спорит, что главное событие в нашей стране это, конечно, День Победы. И, в общем-то, наш проект, который уже существует, одиннадцатый год, Красноярск поет Высоцкого, в свое время принял решение проводить специально отдельный конкурс, посвященный военной тематике Владимира Высоцкого. Но мы уже проявили несколько раз. Это третий конкурс. И со временем мы поняли, что просто ограничиваться военной тематикой Высоцкого очень сложно, потому что не все его поют на самом деле. И поэтому с некоторых пор у нас две номинации. Песни Высоцкого, посвященные войне, и песни других авторов-исполнителей, советских, российских, которые также посвящены Дню Победы. Давайте уточним, где будет проходить? Ну, у нас, на самом деле, уже отборочный тур прошел, в прошедшую субботу. Второй раз мы активно сотрудничаем с Домом офицеров. В этом году также, 23-го числа, мы провели в Доме офицеров отборочный тур. А 27-го, то есть завтра, в 19.00, пройдет церемония награждения, или гала-концерт с участием лучших исполнителей конкурса и также почетных гостей нашего конкурса. То есть красноярцам будет интересно побывать на гала-концерте? Мне кажется, очень. Люди, которые любят песни под гитару и просто хорошие русские песни, а не только R&B. Да. Скажите, пожалуйста, а все ли желающие могли принять участие в конкурсе? Абсолютно все конкурсы открыты, несмотря на то, что он носит такой некий городской формат. Мы открыты для всех, безусловно. В этом году несколько районов края представлены одиночными исполнителями, поэтому, в общем-то, традиционно это открыто для всех участников. А в каких номинациях будут выявляться победители? Я уже сказал, еще раз повторю, да, две номинации. Там у нас, на самом деле, еще каждая номинация разбита на подгруппу. Это сольное выступление и групповое. А призы ждут? Видите ли, какие? Ну, самый главный приз, это не секрет, это выход на сцену и, скажем так, возможность выступить. Потому что у нас, на самом деле, очень много молодых, начинающих ребят, для которых такая возможность выпадает достаточно нечасто, и поэтому лишний раз выйти на чужого зрителя, это очень хорошо. Такой интерактив. Есть зрители, есть артисты. Они оценят, на самом деле, выступление артиста. А я знаю, что у вас скоро состоится еще и автопробег. Что это за акция такая? Это автопробег, он зародился два года назад. Долго мы думали о том, что надо выезжать в районы, в деревни, селы и так далее, где также любят Высоцкого. Вот в ноябре 2014 года у нас стартовал этот автопробег. Сейчас мы провели уже порядка 54 концертов на прошедших выходных. За год? С 2014 года. С 2014 года? Второй год, да. В прошедшие выходные, такой активный, были три концерта в Курагинском районе. И сегодня, после буквально вашего эфира, я уезжаю в Рыбинский район с ребятами, поселок Саянский, в 18.30, в клубе «Железнодорожник» пройдет концерт в Красноярске. Если кто-то будет мимо проезжать, могут заехать на концерт. А как вас принимают там? Ну, на самом деле, принимают, конечно, очень тепло, по-другому не могут принимать. И, в общем-то, вот то, что иногда нам подпевают в зале, подхлопывают как-то. Ну, то есть такой интерактив живой идет, говорит о том, что... Зарядку делаете под знаменитую песню? Абсолютно верно, делаем. На полном серьезе? Да, у нас две песни. Это песня про жираф и утренняя гимнастика. Это конкретно мы поем со зрителями. Мы сделали специальные буклеты, и люди с подсказкой помогают нам петь. И то, что вот они так ведут себя в зале, естественно, живо, говорит о том, что творчество Устовского до сих пор актуально. В творчестве Владимира Семеновича много песен о войне и не о войне. Мы знаем все про «Порвали парус» и так далее. А вот какая ваша любимая песня о войне? Может, вы прямо сейчас исполните ее? Ну, о войне я бы сейчас не хотел петь, потому что я бы лишний раз пригласил всех завтра в Дом офицеров, где люди наслушаются военной тематики. Я бы хотел вспомнить песню о дружбе, скажем так. Владимир Семенович очень ценил друзей. И, как говорили его товарищи, он умел как дружить, так и раздруживать на самом деле. То есть не прощал, видимо, подлости и так далее. А эта песенка была посвящена его школьному товарищу Игорю Кахановскому, который в свое время уехал работать в Магадан. Я покажу отрывок. Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что, мол, чудак, а просто так, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит в чемодан и в Магадан, и в Магадан. Интересно, а Магадан не самое позитивное, скажем так, послание? Может быть, но благодаря людям, которые там живут, я думаю, это место очень красивое. Может быть, что-то еще исполните, что-то уже более известное? Я, если фронтовое, то, в общем-то, военная такая редкая песенка, песенка Сережки и Фомине, вот буквально пару куплетов тоже. Ярос, как вся дворовая шпана, Мы пили водку, пели песни ночью, И не любили мы Сережку Фомина За то, что был всегда сосредоточен. И не любили мы Сережку Фомина За то, что был всегда сосредоточен. Сидим раз у Сережки Фомина, Мы у него справляли наши встречи, И вот о том, что началась война, Сказал нам Молотов своей известной речи. И вот о том, что началась война, Сказал нам Молотов своей известной речи. В военкомате мне сказали, Старина, тебе броню дает родной завод Компрессор. Я отказался. А Сережку Фомина спасал от армии. Отец его, профессор. На самом деле, песня с очень удивительным концом. Сережка Фомин оказался героем Советского Союза. Вот вся компания держала друзей его за такого ботаника, Как сейчас вы сказали, Который там избежал призыва и так далее. А он его встретил после войны Со звездой героя Советского Союза. И у каждой песни своя история. Да, своя история абсолютно верна. Она писалась по каким-то рассказам, И об этом часто Высоцкий говорит. Тем более, что у него отец воевал. В общем, много споров, Потому что говорят, что Высоцкий на войне не был, А по этой войне об этом все постоянно говорят. Не хватило костра, алюминиевой кружки. Если честно, захотелось уже на природу. Но мы вынуждены прощаться. Что касается природы, 15-17 июля в Манском районе Традиционно проходит фестиваль авторской песни Высоцкий Сибирь. Всех приглашаем. Спасибо за анонс, за приглашение всех красноярцев. Я напомню, что у нас в гостях был Роман Энгельгард, Организатор фестиваля Красноярск поет Высоцкого.